С вами Марина Романюк, программа «День города» в эфире. Здравствуйте! За вклад в искусство директора Рязанского кукольного театра наградил президент страны. На страже порядка. Профессиональный праздник войск Национальной гвардии отмечают сегодня в стране. Безопасность в приоритете. На правительстве поднимали актуальные темы. Заседание правительства началось с минуты молчания. Депутаты почтили память погибших в теракте в Крокусе. Павел Малков сообщил, что люди сейчас несут цветы к мемориалам и памятникам. В свою очередь, правоохранительные органы работают в штатном режиме. В субботу прошел оперативный штаб, на котором обсудили вопросы безопасности и поставили важные задачи. Губернатор Павел Малков подчеркнул, что начинается строительный сезон. Дескать, работы предстоит много. Надо успеть и построить, и отремонтировать большое количество соцобъектов, большое количество дорог. С благоустройством тоже надо в сроки уложиться. Для этого нужно готовиться заранее, о чем постоянно говорим. Проектная документация, торги, контракты, завоз стройматериалов на площадке, завоз техники. Все это нужно делать заранее, уже сейчас все должно быть. В этом году строить мы должны без просрочек. По поручению губернатора в Шиловском районе реализуется проект по строительству нового детского сада на 300 мест. Сообщается, что до 30 июня работы будут выполнены. В рамках региональной программы поддержки местных инициатив в Рязани планируют реализовать 5 проектов благоустройства в разных микрорайонах города. Павел Малков отметил, что в этом году предстоит сделать много благоустроить. Предстоит те объекты, за которые рязанцы проголосовали в прошлом году. Это 28 общественных территорий в 18 муниципальных образованиях. Притом, работу эту нужно выполнить качественно и в срок, добавил губернатор. Министр ТК ЖКХ Артем Варвихвоз заверил, что в этом направлении проделана большая работа. В этом году провели работу. В общем-то, пристальное внимание обратили на условия договоров, на полноту защиты интересов заказчиков. Были составлены по локальным сметам подробный план графики. И, соответственно, заложены условия для беспроблемного расторжения договоров в случае, если будут нарушаться их условия стороны подрядных организаций. С другой стороны, продолжается голосование за те объекты, которые будут благоустроены в следующем году. Пройдет голосование до апреля. Проходил первый этап голосования за общественные территории. Их всего 71 в период выборов с 15 по 17. То есть я благодарю всех, кто пришел на участки, кто проголосовал, отдал свой голос. Еще раз повторюсь, Рязанская область, след за Московской областью, ПЦФО заняла второе место по количеству проголосовавшихся, отдавших свои голоса. Как Павел Вище сказал, голосование продолжается. И, соответственно, всех приглашаю, опять же, тех, кто еще не отдал свой голос, проголосовать, воспользоваться через госуслуги. На правительстве одобрили несколько значимых законопроектов. Так, в рамках реализации указа президента Российской Федерации о мерах поддержки многодетных семей в региональное законодательство внесены изменения. Проектом закона предлагается все меры социальной поддержки, за исключением компенсации расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, предоставлять многодетным семьям вне зависимости от уровня их дохода. То есть снимаем критерии нуждаемости. Также предлагается расширить меры социальной поддержки для многодетных, ввести выплату на школьную и спортивную форму, оплату жилья в размере 30%, а также предоставить бесплатный проезд для всех школьников. Теперь в мере социальной поддержки будет получать каждая многодетная семья. Количество получателей увеличится в три раза – с 15 до 50 тысяч детей. Внесены изменения, позволяющие установить единый подход в организации питания школьников начальных классов, в том числе в частных образовательных учреждениях. Также поменялось ведомственное подчинение детского оздоровительного центра круглогодичного действия «Колос». Полномочия по организации отдыха и оздоровления детей закреплены за Министерством образования Рязанской области. Свой профессиональный праздник сегодня отмечают сотрудники Росгвардии. Название войск правопорядка менялось на протяжении истории, однако суть остается быть на страже безопасности страны и народа. На задержание не больше минуты бойцы СОБР четко отработали задачу. И хоть это только тренировка, на реальной операции, говорят, отработают так же быстро и слаженно. Три, два, один, граната! Что? Специальный отряд быстрого реагирования, отряд мобильной особого назначения, подразделения вневедомственной охраны и лицензионно-разрешительной работы. Все это подразделения войск Национальной гвардии страны. С 2016 года они участвуют в борьбе с терроризмом, экстремизмом и организованной преступностью. Девиз службы максимально лаконичен. Всегда на страже. А с первых дней специальной военной операции военнослужащие и сотрудники ведомства выполняют широкий круг служебно-боевых задач. Помимо участия в боевых действиях, они проводят мероприятия по обнаружению схронов с оружием и боеприпасами, обеспечивают безопасность важных объектов, инфраструктуры и транспортных коммуникаций, несут службу на контрольно-пропускных пунктах, осматривают автотранспорт на наличие оружия, взрывчатых веществ, выявляют и пресекают деятельность диверсионных групп. Верные своему девизу, всегда на страже, военнослужащие и сотрудники Росгвардии выполняют ответственные задачи и оказывают помощь попавшим в беду. Рязанский театр «Кукол» – один из мировых лидеров этого вида сценического искусства. Такую оценку работе коллектива под руководством Константина Кириллова дал президент России Владимир Путин. Вчера, в преддверии Дня театра, он вручал в Кремле премии в области литературы и искусства. Директор Рязанского театра «Кукол» стал лауреатом президентской премии с формулировкой «За вклад в развитие отечественного театрального искусства». Церемония прошла в Екатериненском зале. Обращаясь к собравшимся, президент отметил, что творчество деятелей культуры напрямую влияет на настроение людей, укрепляет патриотические чувства, вносит вклад высшей пробы в воспитание подрастающего поколения. Он поблагодарил лауреатов за преданное служение своему делу и стране. В своем благодарственном слове Константин Кириллов подчеркнул, что считает награду заслугой всего коллектива, поскольку один в поле не воин. Он поблагодарил президента за колоссальную работу по сохранению и развитию театра для детей, сохранению репертуарного театра, поддержку Союза театральных деятелей Российской Федерации. В беседе с журналистами Константин Кириллов отдельно отметил, что часть премии направит на новую постановку. Сам Константин Кириллов, директор Рязанского театра кукол, говорил так. Думаю, это оценка всей деятельности Рязанского театра кукол в совокупности. Наверное, волнительным этот момент останется для меня на всю жизнь, поскольку это действительно очень высокая награда. Высокую награду также получили руководители Московской академии хореографии Марина Леонова и оперный певец Николай Деденко, возглавляющий фонд «Белый пароход». Очередное наркопреступление раскрыто в Рязанской области. Правоохранителям удалось задержать исполнителя. В цепочке преступников мужчина выполнял роль того, кто прячет закладки. Михайловский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении 31-летнего местного жителя, который признан виновным в покушении на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере в составе группы лиц по предварительному сговору. Установлено, что весной 2023 года осужденный посредством переписки в мобильном приложении вступил с иными лицами в преступный сговор, направленный на незаконное распространение наркотических средств на территории города Рязани и Рязанской области за денежное вознаграждение. Действуя в соответствии с своей ролью, он, передвигаясь на принадлежащем ему автомобиле, разместил на территории Михайловского района Рязанской области две закладки с частью полученного им наркотического средства, а остальную часть хранил в своем автомобиле. Однако его незаконные действия были пресечены сотрудниками полиции. Суд с учетом позиции государственного обвинителя активного способствования виновным расследованию, а также наличие иных смягчающих обстоятельств назначил ему наказание в виде восьми лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Приговором суда конфискованы и обращены в доход государства, принадлежащие осужденному автомобиле и телефон, используемые им при совершении преступления. В Рязанской областной детской библиотеке проходит неделя детской книги. Мероприятие организуют уже в 81-й раз. Цель ежегодной акции – приобщить юных читателей к чтению. Подробнее расскажем в сюжете далее. «Конек-горбунок» – сказка о царе Салтане, по щучьему веленью «Царевна-легушка». Первыми нашими книгами становятся именно сказки. Авторские и народные, они учат нас добру и житейским истинам, а также развивают нестандартное мышление. В Рязанской областной детской библиотеке прошла встреча с волшебными образами русских сказок. Дело в том, что ребенок именно в сказках узнает мир, который его окружает. Именно сказки сопровождают нас от первых осознанных лет до конца жизни. В принципе, мы все верим в сказки, и мы всегда надеемся, что они все-таки закончатся хорошо. Золушка найдет принца, ну а щука найдет свою прорубь. А еще детям рассказали об авторах-иллюстраторах Татьяне Мавриной и Ване Билибине. Художественное сопровождение оживляет фантазию, помогает ребенку самому участвовать в сказочных приключениях, а также лучше воспринимать литературные образы, рассказывают библиотекари. И хотя сейчас много современных писателей, у каждого из ребят этой встречи есть свои любимые волшебные произведения, которые уже по праву можно назвать сказочной классикой. Я люблю читать сказки. Мои любимые сказки – «Малыш Карлсон», «Винни-Пух». «Винни-Пух» и «Все-все-все», «Золотая рыбка» и «Буратино». Сказки учат нас доброте, чтобы мы никогда не унывали и становились лучше. Я люблю читать сказки. Мои любимые – это «Винни-Пух» и «Сказка о рыбаке и рыбке». Мне нравится эта сказка, потому что детству загадывают желание золотой рыбки, и она его исполняет. Я загадал такое желание рыбки, чтобы все друг друга любили. Ежегодно неделя детской книги рассказывает о важности печатных изданий юному поколению. Ведь именно тактильное взаимодействие с литературой помогает лучше воспринимать текст, уверены библиотекари. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Снег буквально на глазах тает местами. Проталины уже демонстрируют первые ростки зелени. Остался совсем маленький срок до буйного цветения. А следующий сюжет мы посвятим самым первым, которые обычно появляются задолго до вступления весны в свои права. Англичане зовут его снежной каплей, немцы – колокольчиком, а мы называем подснежником. Настоящие подснежники, как раньше считалось, похожи на свисающие вниз капли молока. Отсюда и происходит латинское название «галантус», что означает «молочно-белый цветок». Старинное предание гласит, что подснежники впервые стали воплощением надежды еще для Адама и Евы, когда они были изгнаны из райского сада. Ева думала, что холодная зима никогда не закончится, но тут появился ангел и превратил снежинки в цветущие подснежники, подарив ей надежду на приход весны и тепла. Но эти прелестные бутончики в дикой природе в нашей полосе увидеть нельзя, растут они только в садах. Потому подснежниками в средней полосе называют пролески. По одной из легенд, Сцила получила свое название благодаря одной из красивой нимфы, но потом, впоследствии, эту нимфу превратили в злое чудовище. Но, по сути дела, это растение тоже символизирует приход весны, потому что, как только тает снег, еще где-то на проталинках уже они появляются и зацветают. В лесах европейской части России чаще всего можно встретить два вида пролесок – сибирскую и двулистную. Почти одновременно, рано весной, в лесу появляются яркие полянки хохлаток. Это представитель флоры, распространен в умеренных регионах всего северного полушария. Цветки у него обычно синего цвета, но встречаются и розовые, и фиолетовые. Совсем не боится снега, и потому расцветает рано пушистый прострел или сон трава. Его в рязанских лесах тоже можно встретить. Интересное растение, представитель семейства лютиковых. И это растение интересно тем, что сначала у него появляется нежного, голубоватого, немножко даже с синеватым оттенком цветы, а затем уже после цветания у него формируется розетка с листьями. С сон травой у разных народов связаны легенды и сказания, что и отразилось в самом названии. По народным поверьям, прострел помогает от сглаза и порчи. Если носить траву при себе, можно оградить себя от злых козней и несчастий. Между тем, срывать в лесу и нести домой букетик любых нежных первоцветов, как бы ни был велик соблазн, ученые не рекомендуют. Растоит такая красота в воде совсем недолго, а ущерб природе будет очень весомый. Тем более, что при желании семена или клубни любых первоцветов, подснежников, примул, крокусов можно приобрести в специальных магазинах и высадить на своем участке, воплотив самые смелые идеи превратить собственный сад в волшебный лес. На этом все новости к настоящему часу. С вами была Марина Романюк. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин